Артист Павел Толочка в спектакле «Молодая гвардия» по мотивам одноименного романа Александра Фадеева играет не первый год, но только в этом театральном сезоне до конца осознал, через какие испытания пришлось пройти комсомольцам во время Великой Отечественной войны. Мы обычно как-то подпитывались тем, что уже прошло, какой-то исторической хроникой и книгами, тем, что, грубо говоря, далеко было от нас. А сейчас это происходит буквально за дверью, и это, конечно, сильно подпитывает тому, что это очень тяжело понимать, что в любой момент, то есть, ты просто не знаешь, что может произойти дальше. Молодежный театр «Мастерская» предложил на суд зрителей два спектакля в формате благотворительной акции в поддержку детей Донбасса. По мнению худрука Ирины Сидоренко «Молодая гвардия» актуальна как никогда. Второй спектакль «Саня Ваня с ними Римус» — это история про веру в светлое будущее и оптимизм советских людей. Эти люди, они никогда не были покоренными, и как и весь наш русский народ. Сегодняшний спектакль будет особенным, еще раз повторюсь, потому что очень многое, что будет сегодня произноситься, будет звучать по-другому в связи с теми предлагаемыми обстоятельствами, которые преподнесла нам жизнь. Серия благотворительных спектаклей в Доме культуры железнодорожников про войну и устройство мира после нее была организована Российским детским фондом. По мнению его представителя в 63-м регионе Ольги Балахонцевой, умение сопереживать героям литературных произведений необходимо транслировать в реальную жизнь. Все денежные сборы после спектаклей пойдут на помощь детям Донбасса. Дети всегда вне политики, дети – это наше будущее, поэтому, конечно, важно, чтобы дети, несмотря ни на что и вопреки всему, взращивались в любви и были чуточку счастливее. Потому что вера, надежда и любовь, о чем спектакли, три, наверное, основных составляющих, нравственных, на которых зиждется все наше человечество. Самарский зритель, пришедший на спектакль, внес свою посильную лепту в поддержку детей Донбасса. В рамках благотворительной акции. Мне очень жаль детей, которые уже 8 лет живут при бомбежках, они не имеют детства. И этот самый молодой в Самаре театр решил поддержать детей, выразить благодарность театру и Департаменту культуры, которые поддержали эту акцию. Средства благотворителей поделят на две части. Одна уйдет на территорию Донбасса, другая останется в Самарской области вынужденным переселенцем. Михаил Ермоленко, Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.